приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова заканчивая практически заканчиваю свой тайный проект как-то я вам уже показала что что я вижу буквально в конце предыдущего скандального ролика я вам показывала вот этот свой процесс вы мне написали что это скорее всего будет платье вашей мечты и угадали это действительно платье мечты но возможно не моей возможно если она подойдет дочери возможно я ей его подарю платье я назвала северное сияние и скорее всего это будет очередной трансформер умопомрачительный трансформер как я люблю конечно я не буду вас томить и естественно буду продолжать вязать дальше трансформацию этого платья но когда так скажем первую часть когда это уже можно будет показать на мне я вам конечно же это покажу пряжа здесь спонсорская потрясающая альпака эр сейчас покажу моточек а вот такая итальянская пряжа от ли нас до норд альпака эр а спонсором здесь был магазин снуд studio я знаю что многие из вас воспользовались 5 процентной скидкой и заказали там и пряжу и спицы я надеюсь вы получили свои посылки и ими довольны большая благодарность теперь очень хочу чтобы если вы делаете заказы по моим рекомендациям из тех магазинов которые я вам рекомендую очень бы хотелось чтобы вы писали свои отзывы потому что в связи сложившейся ситуации мошенничество у нас процветает мне бы очень хотелось знать с какими магазинами стоит сотрудничать а с какими нет вот и таким образом мы будем а сразу отслеживать ну как бы хронологию ваших заказов вашу радость или вашу печаль и делать выводы вот поэтому напишите если вам понравился этот магазин а снуд studio пишите все как есть прям у все комментарии все оставлю и буду рада если таких отзывов будет много ну и не только по этому магазину а вообще так скажем по всем магазинам я еще вернусь к этой теме мошенничества но не в сегодняшнем ролике сегодня я хотела вам показать очень полезную вещь я нашла вот такой вот интересный способ закрытия петель скажу честно я прям вот очень долго распускала и иглой закрывала это низ моего красивого платья северное сияние и вот этот способ здесь как нельзя кстати подошел поэтому я решила поделиться этой информацией с вами возможно вам это пригодится сразу скажу что если вам нужно эластичное закрытие то этот способ не эластичен он на самом деле утолщает так скажем утяжеляет изделие и хорошо подойдет вот для низа платье где вам не нужно чтобы растягивалась возможно даже на рукавчиках если вы не хотите чтобы они ну слишком растягивались но пролезла рука да и ладно то этот способ идеально подойдет мне очень понравился и я сейчас хочу вам его показать и так за счет чего же получается вот такое уплотнение края изделия за счет провязывания повторно петли нижнего ряда давайте разбираться вот смотрите наша петля на левой спице и у нас есть вот протяжки внизу наши провязанные ряды так вот нам нужно достать протяжку не вот эту этого ряда а предыдущего вот она голубого цвета смотрите как легко это делается при помощи крючка можно конечно это делать спицей но я это делаю крючком гораздо удобнее мы вытащили эту протяжку и одели на левую спицу теперь нам нужно провязать вот эти две петли лицевой и продеть через нашу закрывающую петлю давайте еще раз входим спицей или крючком как и я вот у нас петля но мы входим на ряд ниже получается и захватываем вот эту протяжку нижнего ряда нанизываем на левую спицу и провязываем эти две теперь образовавшиеся петли 1 у нас уже была на спице 2 мы вытащили провязываем лицевой и протаскиваем через нашу закрывающую петлю еще можно сделать по-другому то есть мы достали эту протяжку но она у нас либо на правой спице либо как у меня на крючке мы ее никуда не одеваем провязываем петлю на спице и помогая там себе пальцем протаскиваем через эти две петли то есть одна закрывающие ту которую мы достали по сути мы делаем одно и то же что в первом что во втором случае если вам удобнее а вот так вот нанизывать сначала эту вытянутую петлю сейчас у меня ниточка расслаивается потому что как всегда моя любимая мешанина смесовка и здесь две нити шелкового блеска так сейчас все достану вот одеваем на левую спицу да что ж такое совсем все прослаивалась и в камеру конечно мне это неудобно сделать потом провязываем и протаскиваем через петлю все снимаем эти две петли и получается вот такой очень красивый уплотненный край платье конечно получается просто сногсшибательном не очень нравится и тем более это платье трансформер давайте еще раз не сюда а вот эту нам вот эту вот протяжку нам нужно достать вешаем вот почему я ее не хочу вешать мне потом сложно и и провязывать поэтому я вот мой способ вот этот снимаем опять достали нижнюю вот достали эту петлю провязали а через эти две протащили вот конечно когда я сижу удобно это все быстро легко и я честно говоря не знала вообще об этом способе вязание ну а сейчас я хочу вернуться к вчерашнему скандальному ролику и озвучить некоторую информацию видимо люди либо невнимательно смотрят ролик либо что-то еще либо не слышат либо не видят и мне поступал едет такой канал комментарий а нельзя ли эту пряжу вернуть девочки мои хорошие я еще раз повторюсь пряжу мне прислала оля для обзора для продвижения своего магазина своего сайта а совершенно бесплатно понимаете и возвращать эту пряжу ей и тратить на это на доставку на пересылку свои деньги я извините не хочу вот и потом возвращать вот эту извините голимую пряжу которая сделана где-то в подпольных подвалах я не хочу чтобы эту пряжу потом еще кому-то продавали потому что как выяснилось по вашим комментариям вы заходили на сайт кавказской пряжи и вы мне писали что у них бобиной пряжи вообще нет это пряжа кавказская я имею ввиду у оли это пряжа продается поэтому вывод напрашивается сам собой что это за пряжа и где ее производят но я как бы сделала ролик думайте сами решайте сами я извинилась перед тем перед вами что ввела вас в заблуждение потому что я сама была введена в заблуждение вот и вчера я перевела оле деньги за вот эти три упаковки пряжи yarnart джинс вы кстати спрашивали это турецкая пряжа и естественно к этой пряжи нет никаких претензий она сделана в турции и информация на этикетке здесь правдивая а вот 2400 рублей я вчера перечислила оле хочу заметить что это мои непредвиденные расходы и я могла в принципе не перечислять ничего потому что я потратила свое золотое время на создание первого ролика я его удалила но больше всего я потратила свои нервы нервные клетки не восстанавливаются у меня бессонная ночь была потому что я надеялась что люди у нас честные и я продвигать буду и рекомендовать хороший магазин пряжи хороших производителей ну как выяснилось все оказалось совершенно по-другому поэтому я вчера оле перечислила деньги за вот эту пряжу остальную пряжу у которой у меня которая у меня есть великие сомнения вообще что это за пряжа почему она идет без без этикетки о чем в принципе и писала оля на каких фабриках она и где изготовляется это большой вопрос и тратить свои деньги на извините на пересылку вот этой некачественной вообще комфорт ком профактной пряжи может быть неправильно сказала контрафактной вот я не собираюсь это делать конечно же это пряжа у меня будет стоять неизвестно еще чем дело кончится мне вообще советуют отвести эту пряжу на экспертизу и узнать вообще что в ней находится поэтому пусть пока стоит время покажет куда кривая выведет но повторюсь что 2400 рублей я перевела оле но вот эту за вот эту пряжу сейчас даже могу показать скриншот экрана я в принципе ей его и выслала потому что я сначала спросила у нее куда перевести она молчала ну понятное дело но потом я зашла на сайт к ней и сейчас наверно выключу лампу а то отсвечивает а вот 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 на этот номер который указано или на сайте но там в принципе высветилась ольга владимировна вот я перевела 2400 рублей вот номер карты оле это было 12 марта вот в 2043 так что моя совесть чиста я думаю что мам молчать в такой ситуации нельзя это неправильно и я почитала ваши комментарии со спицами ади люди получили там кто шапочки акриловые кто конструкторы кто просто комок бумаги кто болты в общем мошенничество процветает и если мы будем все молчать то мы погрязнем вот в этой грязи вот в этом обмане и мошенникам все будет сходить с рук и так и будем мы все это терпеть поэтому я считаю что от нас тоже многое зависит вот поделилась я с вами своими новостями намешала всю кучу и платье и пряжи и мошенники ну уж извините как получилось так и получилось вот такая я вся на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео жду ваши комментарии благодарна всем вашим комментариям которые вы оставляете очень хочу знать ваше мнение ну и ждите моё платье уже на мне уже совсем осталось чуть-чуть я вот всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока